Всем хеллоу, ребят! С вами Батрушка ТВ и сегодня я снимаю видос. Знаете почему? Я вам сейчас отвечу. Я снимаю видос не для того, что вышло вот это черное педница. Я снимаю для того, чтобы вы знали, насколько попадается в танках онлайн половина девушек под мужским, точнее транс. Так, в общем, ребят, не тут-то было, как я познакомился с Ириной Федченко, а это, оказывается, создан фейк страницу. Так, в общем, познакомился я ей случайно. Я просто так в танках онлайн играла, и я вижу Ирина ютубер. Я заметил, я такой спросил, и она такая, всем привет, я такой, привет. И тут мы начали знакомиться друг с другом, немножко познакомились, и начало интимно происходить. Ну, не знал, что зайдет все так далеко. И знаете, она вроде нормально общалась. И, короче, через некоторое время я узнала, что она начала как бы нерусский язык, ну, то есть по-русскому не может она говорить. По-русскому не могла она говорить нормально. То есть она писала, как четырехклассница, то есть русского языка никогда не знает. Ну, буляха, я не понимаю, а зачем вообще людям такое делать в танках онлайн? И знаете, я такой смотрю, Саша Федченко, это, по-моему, мой брат, начал с ним познакомиться, поговорил по скайпу, всякое такое. Пошло дело. Но не тут-то было. Короче, познакомились мы с ним, и оказывается, знаете, у него больше всего, мне так кажется, что у него очко заигралось, потому что он просто испугался. Потому что видео-то выйдет в YouTube, а в YouTube-то могут позвонить до хрена человека. Каждый человек знает, если ты выпускаешь свое видео, то люди начинают сразу переходить на него. Несмотря ни на что, они начинают сразу писать в комментариях. Извиняюсь, что я в танкиланд зашел. И я начался как бы переписываться с этим вот этим чувачком. И оказывается, знаете, меня больше всего убило, что Ирка одну фразу тоже говорила, как и брат. То есть, понимаешь, зай, и сам как бы брат говорит, понимаешь, бро, бро, понимаешь? И я не понимаю, зачем это вообще делают. В танках онлайн сначала говорят, что на самом деле я девушка, а не проще создать свой аккаунт под мужским, ну как бы ником. Не под женским именно играть, а под мужским. Чтобы ты знал, чтобы другие игроки знали, что ты мужик, то есть пацан. Ну нет, люди у нас ответственные и создают аккаунт под женским ником. Как и другие девушки создают, только играют за мужским ником. Делают у себя мужика. Ну, короче, смотрите, ребят, не тут-то было. Я смотрю, короче, через некоторое время, смотрю, что-то тут не так. Ага, и знаете, оказывается, что случилось? То есть случилось то, что я не ожидал. Больше всего оказывается, что Саша, вот Саша, которого их зовут, он играет как раз и под Ириньным аккаунтом. То есть на самом деле, если понять их друг друга, ну, то есть проще, если сказать, понять их друг друга, то они одинаковые. То есть это не Ирка играет, это на самом деле играет сам Саня. Саня за монитором. То есть на самом деле он врет. Он врет специально, что типа, пыры-пыры, растопыры, это Ира, да. Зай, хочешь не верь, хочешь верь, это твое уже, блядь, дело. Ну, извините за мат. И знаете, я не понимаю, короче, этого поступка. Зачем вообще это все делать? Ну, не знаю, короче, не знаю. Ладно, я отвечу только вам одно. Ребята, когда вы хотите познакомиться с этой девушкой, первое, выпрашивайте, попробуйте у нее ВК. Если она ВК есть, это ее настоящие фотки, тогда попробуйте выпросить у нее скайп. Если у нее нет скайпа, попробуйте выпросить в голосовых сообщениях. То есть это ВК, если вы знаете. Попробуйте выпросить. И если это девушка, или, например, мать там разговаривает, чтобы, например, там, как это, брат подошел такой. Сейчас минутка посмотрю. Брат подошел такой, это типа, мам, можешь, пожалуйста, за меня рассказать, что ты типа эта девушка моя? Ну, то есть это, ну, ты понял. И, в общем, и, короче, это подходит маме. Тут можно, по-любому можно одному понять, что это мама. Потому что подошла голос немножечко такой грубый. То есть с 14 лет можно понять, как бы, голос 14-летний. Или легко даже можно понять. Ну, так, в общем. Захожу я сегодня и начинаю ей писать. И написать, что типа, вот, оказывается, ты, Саня, ты меня... Ну, вы поняли. Я просто не хочу маты говорить. И вот всякое такое. И, короче, знаете, меня то убило. То убило, что... Потом, через некоторое время, через некоторое время проходит время. И тут начинается в моем клане ПЕС. Знаете почему? Так я вам отвечу. В моем клане Легион начала всякая фигня. То есть наподобие... Пардон. Наподобие того, что, типа, вот она получила там сотрясение головы. То есть на самом деле ничего она не получила. Просто, наверное, она получила сильнейший удар дебилизма создавать свои такие ники. Я не знаю, до чего люди такие тупые. Ну, тупые. Я не говорю про тех, которые меня смотрят. Они это нормально, наверное, по себе. Я просто не понимаю одного, зачем они создают такие ники. Потом, типа, это я, я Ира. На самом деле ничего такого особого нет. Ну, ребят, пора заканчивать. Там, короче, следующее видео выйдет. Выйдет это все в пятницу. В пятницу выйдет целых... Сейчас скажу. Ладно, видео, короче, выйдет в пятницу, я так думаю. А в субботу выйдет уже несколько двух видео. Так что все. Всем спасибо. До новых встреч. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пожалуйста, от вас только есть всего лишь одна просьба. Поставить лайк и написать в комментариях по поводу этого дебилизма. Всем до новых встреч. И всем пока. До новых встреч.